Следующий параграф. Воспринимаемые формы. Это такие, как акт простираний или одноцветное синее небо. Также оно относится к видимым формам. Это воспринимаемые формы. Это воспринимаемые формы. Воспринимаемые формы. Воспринимающие воспринимают воспринимаемые формы. Вы где-то ошиблись или все в порядке? Итак, кто воспринимает? Что воспринимает? Это ум. И этот ум воспринимающий воспринимает, что нечто воспринимаемое. И это воспринимаемые формы. Воспринимаемые формы. Я уже не говорю про секунду. Это значит, что это имеет качество. Герунд! Не то, что это значит. Это форма, которая комбинает. Но это значит, что означает, что означает, что понимает. Это значит, что понимает, и что способен быть понимает. Видео или инвиси́бле? Это, которое мы чувствуем, которое мы чувствуем, которое имеет качество, чтобы чувствовать себя чувством. Я чувствую себя чувством. Окей. Возвращение в двух формах, как постачи, циркуляция, и так далее, и так далее. Воспринимаемые формы. До этого у нас были пространственные формы, где мы говорили, что это пространство, которое невозможно блокировать. Сейчас у нас воспринимаемая форма. Воспринимаемая форма – это, например, акт простираний, или же одноцветное синее небо. Мы тоже воспринимаем это, поэтому это воспринимаемая форма, и вот это также относится у нас к видимым формам. Воспринимаемая и невоспринимаемая. «Эндекс в том, что нужно делать, я не уверен, это правильно. Но зацвет. Немного, лихид. Немного. Немного. Аспект. Немного. 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 Но сейчас я имею в виду что это не понимание, что оно pastелил. Потому что, если вella мере вид, то есть и прониздательство, когда мы смеемся и нее зタалитэн pratением. Серьезная статус. Когда мы говорим perceivable, это означает, что мы можем видеть. Мы можем видеть. Да. Но perceptible имеет два значения. Мы можем видеть, и это имеет качество, чтобы быть виден. Это форма слова, которая комбинает два. Поэтому это называется герунд. Это не глупо. Это дейпричастие по-русски. Дейпричастие у нас соединяет существительное и глагол в одном слове. Что воспринимается? Это как видимо и невидимое. Потому что в терминологии есть такое видимое и невидимое. Видимо, это то, что можно пощупать, ощутить, видеть, воспринять. Почему мы об этом говорим? Потому что есть формы воспринимаемые, а есть формы невоспринимаемые. И, например, Леша у нас говорит на тишине. Намба рихит, намба рихит, майнба. Это очень важный терминолог. Намба рихит, намба рихит, майнба. Присептическая форма, неписептическая форма. Потому что в сибирском языке есть очень четкое разделение между формами воспринимаемыми и невоспринимаемыми. А иногда на английский язык это переводят как видимое и невидимое. Намба, намба, это аспект. Зихит, вы можете увидеть. Намба, найнба, нет аспект. Вы можете увидеть, но вы можете видеть форму. Разница между видимым, невидимым, воспринимаемым и невоспринимаемым. Почему здесь упоминается, например, простирание или, например, принятие обета? Почему это считается воспринимаемой формой? Потому что, когда мы принимаем обеты, мы не берем как бы что-либо видимое с одного места и не переставляем себя. Как бы мы получаем обеты от кого-то и как бы переносим их на себя, но вот ничего существенного того, что можно было бы потрогать, не переносится. Поэтому это как бы форма, но она только воспринимаемая. Ее нельзя увидеть, ее нельзя потрогать, но воспринять можно. И дальше. Множество различных второстепенных оттенков получается в результате смешения основных цветов, но об этом уже поговорим. Из первых четырех-пяти цветов мы можем их смешивать и получить множество различных оттенков цветов. И следующее. И следующее. Следующий вид форм. Это так называемые виды формы или те формы, которые отвечают за очертания. Так вот, с точки зрения очертания, формы объектов бывают как длинные, короткие, квадратные, круглые, высокие, низкие, тонкие, толстые, ровные, неровные. Я не знаю. Я не знаю. Конечно, если вы учите свою собственную языку. Но для меня это как, например, моя собственная языка. Тибетская. Я не знаю эти формы. Например, как как-то конкав. Как-то конкав. Батрин. Батрин. Как. Человек. Как. Вкусные и выпусные. Могнутые. И выпусные. Иевны. Анивны. Иевны. Анивны? И это тоже все относится к формам. Когда мы говорим о цветах, когда мы говорим об очертаниях, зачем это нужно? Опять же, мы смотрим на реальность и задаем себе вопрос, а какой формы или каких очертаний это реальность? У нее нет никакой формы. Она не короче, она не длиннее. Ее нельзя назвать квадратной. И это пространство также не круглое. И не выпуклое. И не вогнутое. Это не тонкое и не грубое. И не ровное и не неровное. И тогда что? Нет ни цвета, ни очертаний. Но из него исходит абсолютно все. Смешно, правда? И также, есть многое, как так, как тенгалер, кресент хипс. Что это значит? Кресчент. Кресчент хипс. Мон. 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 А, как кресчент. Мон. 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 Для меня с of, которые не выучили что-то разочаровывает, и это не дайте больше. Мне ну, Natン. Или так. Или nessa же языка… Интересно. Кто неразвит к сомнении? И такой будешь учиться на наши практики? И тогда тогда, emp art rules. Ты очень eyeshadow. Они вамы п kerma. Где люди говорт. Какая часть? И, в принципе, с одной стороны, это очень много этой терминологии, много разных слов, которые, в принципе, хорошо было бы знать, потому что, если мы знаем всю эту терминологию, то тогда, когда мы слушаем учения дармы, эти учения становятся более ясными, такими более открытыми. Мы понимаем, к какой части учения это относится. И, в принципе, здесь есть обломки. 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 В франции. В русском. Сейчас. Прямоугольные обломки. Продолговатые, да, округлые. Продолговатые. Обломки. ОплNotes обвалии. Опывальanne. Обваль. Обваль. Оп развёз, Опizo п wspакова? Тайсон сторичка. Вот основе тайсон сторички? Овол. Обваль – обваль, только есть слова. Это, например, cursнил. Так как полтора с太 mechanic, да, это полтрудие. Растяну ты квадрат, короче. И также можно описать, что есть много других. Эти формы и цвета могут быть подразумеваны как атактивные, репульсивные или нейтральные. То есть мы их можем воспринимать как приятные, неприятные и живые. То же самое, как мы рассуждали о форме. Это из пяти сканг. Первая сканга – это форма. Форма в своей основе как много форм? Четыре было. И это 11. Четыре было каузальные формы. И было 11 результатирующих по тексту исходных. И вот эти результатирующие формы. И это пять факультетов, пять объектов. И пять объектов. Из пяти объектов говорится о первом объекте – это форма. Которая разделяется на два. Это цвет и очертания. Мы сейчас прошли цвет и очертания. Мы уже хорошо изучили. И теперь второй. Второй объект – это орган глаза. Форма относится. Дальше мы будем рассматривать ухо. Окей. Теперь есть вопросы. Какие у вас есть вопросы? Вы говорили, что у вас есть вопросы? Нет, не я. 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 Вы говорили. Да. 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 Так. 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 Да. Да. Это все равно это форма. Потому что она составная. Синее небо само по себе не существует. Но что-то в нем отражается. Какой-то свет. И для нас это выглядит как синее небо. А синее небо само по себе это не синее небо. Потому что у самого неба нет ни очертаний, ни цвета. Когда мы говорим о пространстве, то там вообще нет никакого цвета. Но когда приходят еще какие-то условия, то тогда перед нами предстает синее небо, желтое небо, зеленое небо. На другом каком-то континенте можем сказать, что есть, например, желтое небо. На каком-то другом мире может быть, у них есть красное небо. Может быть, зеленое небо. Может, белое небо. Зеленое небо – это нечто, что является составным. И еще какие-то вопросы? Андрей, я бы попросил. Уже все понял. Я просто отпустила. Я не успею. Окей, не успею. Еще какие-то вопросы? Все вопросы исчезли в белом пространстве. Это хорошо. Спейс и пустота – это одно и то же? Спейс и пустота – это одно и то же? Спейс и пустота – это одно и то же? Пустота – это пример пустоты. А то, что мы называем пустотой – это не совсем то, что Будда называл пустотой. А с точки зрения обыкновенного языка, когда мы говорим «пустота перед нами», возникает понятие, когда вообще ничего нет. Но в учениях Будды, Иногда медитация мы говорим, что мы медитируем на пустоту. Это нечто совершенно другое. А когда мы медитируем на какие-то сущностные наставления, которые относятся к пространству, и вы не медитируем на форме, цветах или дименциях. Когда дают особые сущностные наставления, тогда мы не медитируем ни о каких-то очертаниях, не визуализируем какие-то цвета, не представляем какие-то границы. И во время медитации мы не оставляем вообще ничего. Мы вообще ни на чем не фиксируемся. Но в то же самое время ум не отвлекается. Нет никакой фиксации. Но есть абсолютная ясность. И ум сохраняет вот эту однонаправленность. Но можно разговаривать. Можно смотреть. Можно чувствовать запах. Можно разговаривать. Можно работать с компьютером. И в этот момент И ум находится в этом подвешенном пространственном состоянии. Это и есть значение реальности. Например, с точки зрения относительной реальности. Как вот мы с вами. Мы как бы живем в реальности. Мы сегодня уже с утра говорили, что мы произошли из чего-то другого. Из чего мы произошли? Не от родителей. Не из земли. Не из пространства. Но откуда? Потому что одну секунду тому назад не было этого происхождения. Как я уже сказала, в прошлом. Прошлого нету. И прошлое исчезает без следа. Какой-то самолет когда летит в небе. И вы видите, что оставляет какой-то след. Это такой дым. Но у нас не остается вообще ничего. То же самое, как птицы, которые летают под небом. Не оставляют за собой ничего. И день за днем. Месяц за месяц. Год за годом. Мы вот так вот летаем в этом пространстве. Но где наш пункт назначения в этом пространстве? Никто не может сказать, нет такого места. Но это все не прекращается. И будет продолжаться так же бесконечно. И поэтому в реальности получается это как бы ненихилизм. И реальность тоже не является этернализмом. Это нечто невообразимое. Это то, о чем трудно говорить. Это то, что трудно описать. И для этого мы используем слово пустота. Мы это обозначаем словом пустота, но это слово не совсем хорошее. Например, если мы хотим поговорить об этом. Какой пример мы можем привести? Если это вообще никто никогда не видел. И когда кто-то об этом говорит, что это похоже на это. Но это как бы примерно не очень хорошее. Потому что бутылка это не то, что стакан. Но в коммуникации, чтобы было какое-то понятие. Мы говорим, ну вот такое, ну чуть-чуть поширите, немножко повыше. Вот так вот и происходит, когда мы пытаемся исследовать реальность. Реальность, она свободна от любых концептуальных мыслей. И это очень легко, это абсолютно понятно. Потому что в настоящий момент мы смотрим на собственный ум. А ум, он не зафиксирован. Иногда ум бывает позитивным. И в этот момент ум у меня позитивный. Совсем нет. Потому что он будет меняться. И тогда ум станет совсем негативным. Плакать будет и злиться будет. И в этот момент можем ли мы назвать ум негативным? Тоже нет. Потому что потом он успокоится, начнет смеяться, начнет быть добрым. И будет там и мудрость, и доброта. И тогда вот эта основа ума, она не зафиксирована. Есть абсолютная открытость. И как мы это можем описать? Кто-то может спросить, ну а как оно выглядит? Как пространство, как пустота. Потому что ни пустоту, ни пространство невозможно описать. И я говорю, что пространство это не пустота. Когда мы говорим, что пустота подобно пространству, мы так говорим, потому что пространство невозможно описать. Но в то же самое время пространство не является пустотой. А пустота не является пространством. Например, если мы хотим реализовать истинную природу пустоты, то нужно учиться. И поэтому очень часто в контексте пустоты и пространства думать о уме и пространстве. Мы изучаем, изучаем, практикуем, практикуем, но все еще ключевого момента не понимаем. В один прекрасный день на все это надоест, и мы захотим бросить все, может быть в хиппи превратимся. Я практикую, результат это никакого. И медитировал я и на пустоте тоже, и тоже ничего не поменялось. Сострадание вообще не работает. Ежедневные практики это скукота, и поэтому изучать дарму вообще не интересно. Потому что я не становлюсь тут же просветленным. А я хочу стать просветленным немедленно. И вот такое случается. Поэтому нужно учиться. Еще раз учиться. Еще раз учиться. В религию верите? Или нет? Главное верьте в себя. Если вы будете изучать подобные вещи. Сегодня утром мы говорили о правильном и неправильном. Это самое-самое важное. Будда говорил. Вы являетесь собственной землей. Освободитель свой тоже вы сами. И это абсолютнейшая правда. Если мы хотим быть просветленными. Это стопроцентная ответственность нас сами. Если бы кто-то другой мог нам дать просветление. Вы бы обязательно сказали прямо сейчас. Пожалуйста, пожалуйста. А если не дашь. То у тебя нет никакого сострадания. А если вы одному даете, другому не даете, то вообще у вас странное какое-то сострадание. Что это вы делите на своих и чужин? И поэтому Будда сказал. Я не могу убрать своей рукой ваши страдания. Я не могу очистить ваше омрачение водой. Но я вам дам метод. Это учение. Для того, чтобы вы сами стали прекрасными водителями. Другие прекрасные водители. Никогда не сделают вас прекрасными водителями. И это так и есть. Поэтому нужно учиться. Для того, чтобы обнаружить относительную истину. И это может делать с подобными учениями. Потому что, может быть, в этом есть большое благо. Например, в ситуации нашей большой семьи. Я все время такой очень глупый. Эмоционально, может, я даже хуже, чем вы. И физически точно хуже. И я тоже так же хочу счастья, как и вы. Также пытаюсь избежать страданий. Иногда приносит очень большое благо узнать, что я очень счастлив. Но, честно говоря, я вообще ни во что не верю. Но я абсолютно точно верю в неоспоримость закона причины и следствия. Я просто живу в этом законе. Если кто-то меня ударит, у меня будет болеть. Я буду страдать. Кто-то придет, поцелует об ними. Я буду настолько счастлив. Я буду улыбаться. Это все работает. Это причинность. Если я делаю что-то позитивное, это тоже будет работать. Если я буду делать что-то негативное, тоже сработает. И в это я сто процентов верю. Я верую в это. На пять минут.